привет друзья с вами виктория добро пожаловать на мой канал сегодня готовлю лимонный торт приятная кислинка лимонного курда в сочетании с лимонными бисквитами и нежным кремом cheese понравится любому торт с лимоном отлично украсит ваш праздничный стол и подойдет на любой праздник новый год день рождения пользуюсь моментом хочу поздравить всех наступающими праздниками радуйте себя и своих близких и берегите себя сначала приготовим лимонный бисквит для этого 5 яиц разделяем на желтки и белки отделять нужно очень осторожно чтобы ни одна капелька желтков не попала в белки емкости венчики должны быть обезжиренными и сухими начинаем взбивать белки миксером после образовавшейся пены добавляем 160 грамм сахара и продолжаем взбивать до густой устойчивой пены у меня этот процесс обычно занимает 5-6 минут и когда белки взбились начинаем по одному добавлять желтки и продолжаем взбивать затем просеиваем 160 грамм муки и все хорошо перемешиваем силиконовой лопаткой миксер нам больше не понадобится вот такая примерно должно у вас получиться на этом этапе масса снимаем цедру 1 лимона нам нужна только желтая часть и добавляем ее в заранее замешанное тесто добавляю 30 грамм растопленного и остывшего сливочного масла и 2 столовые ложки лимонного сока все хорошо перемешиваю я установила кондитерское кольцо на диаметр 18 сантиметров смазала его сливочным маслом и выкладываю тесто в форму ставим выпекаться лимонный бисквит заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут после 30 минут приготовления проверьте деревянной шпажкой она должна быть и сухой и духовке пекут по-разному поэтому проверяйте у меня бисквит запекался 40 минут я оставляю его остывать выключенные духовки с приоткрытой дверцей и занимаюсь кремом приготовим лимонный курт или лимонный крем для этого я снимаю цедру 4 лимонов лимона у меня крупные разрезаю каждый лимон на попал отжимаю сок нам понадобится 200 миллилитров лимонного сока если вдруг так получится что у вас немного не хватает лимонного сока то оставшуюся часть можно дополнить кипяченой водой я добавила также сок 1 зеленого лимона лайма это придаст аромат моему лимонному крему и крем получится еще ароматнее и вкуснее все ингредиенты подготовлены также я подготовила сливочное масло масло нужно достать заранее в емкости смешиваю 200 миллилитров лимонного сока цедру 4 лимонов добавляю 200 грамм сахара и 5 яиц все хорошо перемешиваю венчиком когда масса хорошо перемешалась добавляю 2 столовые ложки крахмала это 30 грамм и еще раз хорошо перемешиваю до однородности ставлю массу на маленький огонь и постоянно помешивая довожу до закипания когда масса начнет загустевать помешивать нужно более интенсивно вот такая примерно по консистенции должна она у вас получится если вы проведете линию по ложке то она не должна расползаться затем я протираю массу через сито чтобы она у нас стала более гладкой чтобы все ненужные крупиночки цедра лимона осталась в ситечке и добавляю 100 грамм размягченного сливочного масла но потом я все-таки решила все перемолоть погружным блендером чтобы масса стала более гладкой однородный так что смотрите сами протирайте массу так как вам более удобно через сито или погружным блендером лимонный крем накрываю пленкой в контакт и убираю в холодильник до полного остывания и занимаюсь бисквитом бисквит достаю из формы посмотрите какой пышный и красивый высокий получается бисквит и все это за счет взбитых белков без всяких разрыхлителей без соды такие бисквиты получаются очень вкусные хорошо держит форму я разрезаю бисквит на три коржа крем у меня хорошо остыл я его достала из холодильника немного перемешала установила кондитерское кольцо на 18 сантиметров выкладываю первый корж обильно смазываю его половиной лимонного крема и сверху накладываю второй корж и добавляю вторую половину лимонного крема или как его еще называют лимонного курда немного разравниваю и выкладываю последний третий корж бисквит убираем в холодильник минимум на 6 часов чтобы лимонный крем хорошо схватился и пока приготовлю крем через для этого в емкость выливаю 200 миллилитров сливок и начинаю взбивать затем добавляю 3 столовые ложки сахарной пудры и продолжаю взбивать до мягких пиков и добавляю 300 грамм маскарпоне или любого другого творожно-сливочного сыра типа филадельфия взбиваю до загустения крем-чиз готов 6 часов прошло я снимаю кондитерское кольцо посмотрите какая красивая заготовка торта у нас уже получилось лимонный крем хорошо схватился и сейчас я буду смазывать кремом чиз тортик сверху и полностью по бокам сначала я делаю черновой слой убираю торт в холодильник хотя бы на 30 минут и пока подготовлю ингредиенты для украшения для этого я нарезала лимон подготовила листики мяты прошло 30 минут я достала тортик и наношу еще один слой крема из оставшегося крема я добавила в него желтый краситель взбила переложила его в кондитерский мешок этот крем мне понадобится для того чтобы украсить тортик я делаю вот такие незатейливые пимпочки на торте сверху выкладываю посредине целую дольку лимона и буду оформлять в виде цветочка выложив дольки которые я нарезала напополам вы можете украсить тортик совсем по-другому делайте все на свой вкус также по бокам я проложила дольки которые я нарезала напополам вокруг тортика и сверху выложила листики мяты я думаю что получилось довольно таки симпатично напишите мне в ваших комментариях как вам понравилось оформление тортика торт с лимоном получается очень вкусный приятное сочетание лимонного бисквита с лимонным кремом и нежным кремом чиз очень рекомендую вам приготовить такой торт и порадовать своих родных и близких смотрите еще больше рецептов тортов на моем канале все ссылки я вам оставлю в описании под видео также вы их увидите в подсказках сейчас я вам отрежу кусочек торта и покажу какой торт получился внутри поверьте торт получается очень вкусный это даже не передать такой торт отлично украсит ваш праздничный стол и подойдет на любой праздник такой как новый год день рождения этом я с вами прощаюсь спасибо что были со мной ставьте лайки пишите мне ваши комментарии подписывайтесь на мой канал всем желаю прекрасных праздников отличного настроения и до новых встреч пока пока с вами была виктория а